Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, Сергей Анатольевич! Здравствуйте, Павел Евгеньевич! Здравствуйте, товарищи! Да? Да. Русские вперёд! Передача «Родная земля», «Великая Россия», «Святая Русь», «С нами Бог!» Русские вперёд! Значит, так показываете. Так надо. Это угроза уже. Это не угроза. И уже даже французы пытались что-то такое изобразить. По нелюбраковое, я говорю. Сергей Анатольевич, ну что, люди пишут, звонят и высказывают мнения. Говорят, вы вот взору передачу, которую вы ведёте там делаете, она скучновата. Я говорю, в чём заключается скучновато? Во-первых, это всё долго, говорит. Может, как-то там сократить, сказать, что правительство в отставку. Вот эта вся разважатина, вот эта вся единая Россия. Домой, до свидания. Там, куда там? Красноярск. По регионам разъехались. Литовка поехала туда, этот туда. Разъехались. Севастопольцы зашли в правительство. Навели в городе героя Севастополя порядок. И всё устаканилось, жизнь пошла мирным ходом, комфортная среда. Как говорит наш любимый президент Вадим Ильич Путин, наладилась без них. Вот. Или, я не знаю, может заменить их вообще на искусственный интеллект. Вот. Я, честно говоря, смотрю на разважай и думаю, толку от этой говорильни. Красиво говорят, там какие-то большие, эти самые, привозят альбомы президенту, листают, там что-то рассказывают, там, Кавакоску перебросим, там, из-под крана течёт святая вода, практически очистные сооружения уже в Финский залив уходят, там, ну, масса первых таких, там, или там, война это у них в головах, вот. Вот. Ну, уже всё понятно уже, в общем-то, я не знаю, как ему, как он спит в городе Герой Севастополя, да? Ну, я не знаю, если честно говоря, я бы находился бы в таком бы окружении и назвал, вот так сказать, таких косяков бы я бы плохо спал бы. А как он спит? Ну и как, мажу утром бутерброд, поминаю про народ, всё, пофиг. Вот вам слово, что скажете? Ну, разважаю, мы говорили много, я думаю, спит он хорошо, вот сейчас дорогой дом купил себе, якобы, там, за 20 миллионов. Ну, за много, 25 миллионов, он стоит 150, но это не его дом, это дом наполовину с мамой, мама пенсионерка, не знаю, зачем мне вообще такой дом большой. Да, это не важно, это их проблемы, имеется в виду, что про то, как он спит, я думаю, что он спит нормально, потому что они же о том, что вот вы перечислили, не говорят никому и не рассказывают. Просто малкивают. Да, конечно, если что, понимают, что первые такие выкидывают. Ясно, что косяков, которых они здесь напароли, они их никогда не будут выставлять. Телевидение же всё у них, помните, как мы снимали эти бомбоубежища, что там на самом деле творится, ролик не вышел, что телевидение не снимало. Не вышел и не выйдет никогда. Да, они телевидение напрямую сказали, что нам пришло сверху распоряжение, что такой ролик показать нельзя. Ну нет, так вообще я знаю, что в России бытует такое мнение про Севастополь либо очень хорошо, либо ничего, них шизнут. Ну то есть нас уже нет? Ну нет, кто-то видит то, что мы говорим, то, что мы показываем. Севастополь и Севастополь Сказать, что люди, которые к Севастополю никакого отношения не имеют, для них эта информация будет так. Просто для информации они получили, а никто не будет ни рассуждать, ни думать об этом. Это всё от лукавого. Здесь, почему мы так долго рассказываем про Единую Россию? Действительно скучно, потому что мы же просто как бы рассуждаем о том, что у них записано в документах. Мы даже не подошли к законам, которые они приняли и которые они не приняли. Мы даже ещё к Севастополю не подошли. Вы имеете в виду вот эту программу «Золотоволосый губернатор», вот эта программа, да? Это величайшее творение, так сказать. Мы ещё только рассуждаем над документами Единой России. Поэтому, конечно, это скучно, но если это всё, мы могли в одном ролике всё рассказать. Но тогда люди бы сказали каким образом, что да, Качёвы, мы без вас знаем, и думать об этом смысла нет. Всё равно всё решено, они там всё сделают для себя, да? Как сейчас говоришь, они уже список ЗАГС Собрания приготовили. Подождён уже, всё прописано. Понимаете? Поэтому мы очень подробно рассуждаем. То, что скучно, ну вас там нет в этих роликах первых? Нет? Я не знаю, есть или нет. Вы там в последних роликах, вот мы снимали, но мы сняли ещё только половину роликов. Мы ещё не всё сняли. Мы ещё до самого интересного-то дойдём, когда будем говорить о Севастополе. Вот тут можно посмеяться будет, потому что, говоря о России, говоря о том, что вот эта партия там тремя олигархами создана, и там ради их интересов и создана была, и завоевала, и сделала себе законы такие, что только они будут везде выбираться. Ну, это же мы должны были рассказать, да, чтобы вы понимали, что это на самом деле не партия, которую должны из народа выбирать. То есть народ должен сказать, что вот мы вот это вот хотим, и они должны создавать партию. То есть должны собирать людей со всех регионов. Эти люди должны принимать ту программу, которую они декларируют. Здесь же этого ничего не было, поэтому фальсификация идёт во всём. Мы поэтому очень подробно рассказываем, потому что пишут-то они хорошо, и потом, когда они отчитываются, в том числе наш губернатор, да, ну всё хорошо у нас в Севастополе, просто замечательно, да. Вообще... Если приезжают сюда, скажем, туристы, да, что они скажут, вот тут дороги хорошие, вот парки есть. Они же не знают, что они зашли там в Парк Победы, что там половина парка украдена, и что там сделано всё не то, что должно быть сделано. Им же никто об этом не скажет. Сравнить-то не с чем, понимаете. Поэтому, конечно, они скажут, да, есть там Парк Победы, да, там фонтан большой. Как работает фонтан? По барабану, понимаете. И везде так, ведь они сейчас приходят на Приморский бульвар, а там фонтан не работает. Центральный фонтан, куда каждый приходит в туристы, но это же не работает. А почему, кстати, не работает-то фонтан? Да потому что деньги вкладывать не хотят. Сейчас они снова взяли какую-то контору, стулы, по-моему, которая обслуживает фонтан. Не знаю, что это за организация, может быть, хороший парень. А вы слышали про Анистеллу за 3 миллиона в месяц будет мыть? Да я слышал я всё это хозяйство. Это кошмар какой-то. Здесь вот вроде как бы, ну говорили же о том, что Стелла рушится, да, вот же всё отремонтировали, вот сделали. За 1 миллиард рублей. А кто как сделал, вот это неважно, понимаете, уже 200-летие, помните, Севастополь, мы три года его носом тыкали, это правительство, что он три года отчитывает, что всё сделано. Как сделали, что сделали, до сих пор не доделали, потому что посмотрите проекты, посмотрите, что там сделано. Они уже три года назад отчитали, что всё сделали, понимаете. А исторический бульвар разруха? Да, исторический бульвар. Олени бродят, кабаны. Мы говорили о том, что вот с парком Победы должно быть ровно то же самое, что с историческим бульваром. То есть деньги должны были украсить, должны были буероки стоять. Вот мы не дали это сделать. Вот сейчас с историческим бульваром нас там не было, поэтому вот там то, что есть, то и есть. Потому что, что они деньги украли, а кто будет работать без денег? Никто. А по-моему, ищите виноваты. А если вот так, например, в ультимативной форме представить, например, губернатору города Герой Севастополя сказать, что никаких выборов тебе, никакой твоей партии, никаких выборов, пока не будет отремонтирован, приведён надлежащий вид, исторический бульвар и панорама. Да он скажет, я тут ни при чём. Украдено всё, я не знаю. Он скажет, это работает, это собственность там федеративная, что там работает Москва. Это я отдал. Это я не знаю. Моя задача тут подглядывать, подсматривать, когда они тут что-то будут делать. И не трогать ничего руками. Он ничего не решает. И во всех больших стройках, которые здесь есть, он тоже вроде как бы ни при чём, потому что это всё делает Москва и свои фирмы. Может его и ругать не надо? Может ему нимф над головой повесить большой? Ну какой нимф? Вы вспомните, он приходил, когда баллотироваться. Мы же ему всё написали. Он даже не отреагировал. А потом, что у нас на билбордах висело? Кос Южные начали работать наконец-то. Вы слышите, я не знаю почему, почему-то люди начали звонить и говорят, Павел Евгеньевич, как вы считаете, кто смешнее, Развожаев или Краморов? Я говорю, ну конечно, Краморов. Нет, они говорят, Развожаев. Не знаете, почему люди такие звонили? Ну не знаю, я стараюсь не интересоваться. Помните, как Краморов говорит? А по краям дороги мёртвые с косами стоят и тишина. А тот ему говорит. Брехня. Так и Развожаев. Помните, как он там? Из-под крана течёт Севастополь единственный город, течёт святая вода. Надо же додуматься до такого надо. Посмотрите. Что такое заявить вообще? Это же капец. Или второе, вы же помните, как это, кошечек жалко. Где дельфины? Ой, где же дельфины? Куда же они пропали? Потом это корову, не помню, как её Маша или как её там звали, вытаскивали, Развожаев пришёл, расплакался. Я видел лично, как он рыдал там и говорил, спасибо, обнимал МЧС, тебе орден, тебе орден. Всех обнимал там, спасибо за корову. И при этом именно он подписывает распоряжение и сносит домов. Прямо он реально орденов, что я раздавал за это? Ну я утрирую. Обнимал и там, пожимал руки и корову чуть ли не поцеловал там, буквально в смысле. Не помню с какой стороны, правда. Вся позитивная энергия нашего правительства, мы говорили об этом много раз, уходит на свисток. Поэтому вот негатива очень много, реально, просто его нигде не афишируют. Только мы об этом рассказываем, говорим. Здесь самое главное, может кому-то что-то там зацепит, может кому-то что-то там понравится, может кто-то что-то для себя новое увидит. И будет смотреть остальные, просто для того, чтобы иметь полную картинку. Вот, например, как можно одним словом охарактеризовать Единую Россию? Вот сейчас, допустим, да? Вот мы все знаем, уже много мы роликов записывали о том, что такое ВТО. Нашу страну туда втянули, кто втянул этот закон, приняли Единая Россия. В ВТО. Что предполагает ВТО, чтобы простыми словами там на пальцах рассказать? Это нужно убить нашу промышленность. То есть это всемирная организация, которая считает, вот эти делают это, эти, это, эти, а вы делаете вот это. Распределяют экономические задания. Все. И вы должны уничтожить, и все предприятия наши уничтожают. Должны умереть. Когда наши поняли, что мы тут сейчас в сырьевой придаток, и что там нас там опустили вот таким вот образом. Хотя ведь все депутаты, они же не дураки, они же понимают, что делают. А почему тогда они на это идут? А потому что у них там заинтересованность есть. Они специально там для этого, ну для того, чтобы вот это уничтожить. Я считаю, там вообще инагенты стопроцентные. Потому что ну как опустить всю страну, и все с рук всем сошло. Но они же понимают, что они тоже являются гражданами нашей страны. Так кто с них спросит? И вот ты, когда начинается процесс спрашивания с них, они уезжают туда. Потому что у них же все там. Как-то включать, ну не получится. Ирина Роднина, Терешкова, потом кто там, как боксер, Валуев. У нас и дошло до того, что вы посмотрите, кто сидит в... Вот я очень люблю, скажем там, ту же Роднину, как фигуристку. Того же Третьяка, как хоккеиста. Как хоккеиста, как вратаря. Я очень люблю хоккей. Терешкова. Я очень ему благодарен, что у нас сейчас в мире самые лучшие вратари. Я считаю, это его заслуга. Потому что там НХЛ вся трещит. Потому что наши вратари вытаскивают команды. Просто там супер, молодец. Как бы памятник тебе можно поставить. Какого хрена ты делаешь в Государственной Думе? Если ты кроме спорта нигде не понимаешь. Я так понимаю. Я не знаю, может он, конечно, умный человек. Может быть. Но их там очень много. Я понимаю, что должны быть люди от спорта. Но уже не такое количество. Или артисты. Замечательные артисты. Любимые артисты. Конечно, люди пойдут за них голосовать. Из артистов я помню какое-то длительное время был очень уважаемый человек Иосиф Кобзон. Ну, Кобзон был постоянно. Машков сейчас замечательный актер. Светлая память ему. Такой шикарный актер. Машков, да. Я не знаю, что он сейчас там делает в Государственной Думе. Но те законы он же Единую Россию представляет. Машков? Ну, конечно. Я же... Нет. Вот система очень простая. Ну, ты-то замечательный артист. Ты замечательный человек, по-моему. Ну, ведь партия, которую ты представляешь, это же кошмар, какие законы они принимают. Ну, ведь вы выводили же там, по-моему, «Справедливая Россия» говорила, что давайте выйдем из ВТО. Эти законы вносили в Государственную Думу недавно. Они же их отменили, Единая Россия. Потому что их большинство. То есть мы еще дойдем до того, мы будем рассказывать, какие законы они принимали. А мы же, вот если они руководят. Вот президент у нас, он ограничен во власти. Он многое не может сделать. Как мне говорят, что там, да вот он у вас... Ну, на самом деле он может много еще сделать. Может. Но, по закону, по закону, он не может... Не, ну, понятно. Ну, по закону еще понятия. Вы заметили, как вот страна из законов потихонечку переходит в страну по понятиям. Как заметили, как неприкасаемые люди вдруг оказались в тюрьме. Это тоже, как бы, так спокойно такой разворот появился. Белоусов сказал, ты, 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 вон туда идите, там владеют наручники. Да, да. Вот почему привел. И народ это же приветствует. Это поддерживает народ. И, кстати... Вот по поводу понятий. Вот у меня в университете был очень пожилой профессор. Сейчас уже нет. Профессор, сейчас уже не помню его фамилию. Он очень умный. Вот у меня с ним вышел спор. Он нам рассказывал о понятии понятийности. А, вот так даже? И он говорит, вот сейчас этого не понимает. Говорят, мы живем по понятиям. И начал. Я после пары вышел к нему, говорю, слушайте, говорю, давайте вам объясню, что такое понятие. Ну, я понял, что вы говорите. Это воровской закон, вы понимаете? Это как это называется? Разговаривать по фене. Ну, я тебе говорю, что это правило воровского мира. Ну, да. Ну, кстати, Сергей, я еще перебью. Вот я, когда задавал такой вопрос, говорю, ребята, а почему это происходит? Говорят, вы понимаете, вот, короче, одни законы, они приживаются, а другие законы, они как-то не идут. Я говорю, это слабая власть. Знаете, какие законы? Приживаются законы. Помните, в 2000 году сняли налог, который был там очень высокий, 35% на богатых людей. Он прижился сразу. Все. Потом дальше, помните, пенсионная реформа, она тоже прижилась. Там повысили пенсионный возраст. Все сказали, какой хороший закон. Все как здорово, замечательно. У нас в Российской Федерации. Ну, кто его принял? Никто не принял это все. Здесь ситуация какая? То, что антинародные вещи Единая Россия принимает. Да, я про это говорю. А хорошие законы, которые, как бы, вроде бы здравые и весь народ их поддержит, они не проходят, потому что Единая Россия их блокирует, так как ее там большинство в этой государстве. Ну, понятно. И на местах то же самое во всех этих законодательных собраниях, регионах, то же самое большинство Единой России. Проходят они туда, мы об этом будем говорить, фальсифицируя выборы. Мы будем рассказывать и технологии, как они это делают. Да, будем, так сказать, захват власти. Поэтому, поэтому ничего никто не может сделать. Вплоть до того, что, как бы, на местах, вот, тоже выбираете, тоже там большинство Единой России. Помните, мы участвовали с вами на выборах, вот, в эти, в местные советы. И что там было? Вот я говорю, что этот, как бы, меня здесь никто не знает в городе. Вообще. В Балаклаве. Я посчитал, если бы из домов не таскали вот эти вот. Вы бы увидели. Я бы выиграл, да, я бы прошел пятых. Ко мне приходили коммунисты, не буду называть их, все в Севастополе знают. Балаклавские. Приходили, говорили, слушай, нас тут четверо, мы тебя пятого, говорят, за тебя топим. И я, когда посчитал, там же один только прошел коммуниста. Если бы из домов не таскали все... А кто, кстати, прошел? Помните, помните? Ну, конечно, Курочкин. Курочкин, да, точно, Курочкин. Вот, понимаете, вот, какая ситуация. Ведь это доказать было даже очень просто. Вот до какой степени доходит. Они считают, что они обложили всех как флажками. Знаете, а у нас получается, мы действительно как волки. Знаете, как вот волков гонят на... Флажки? Нет, на охотника. Охотник сидит, а там коридоры с флажками. Они боятся через них перепрыгнуть. И вот мы точно так же, как эти волки, идем на съедение. Вот мы идем, а они что хотят, то и творят. А мы все равно туда бежим, потому что туда-сюда нас не пускают. Флажки, флажки. У нас мы живем... Я когда начал вот этим делом интересоваться, я просто офигел. Мы живем с вами по морскому праву. Что такое морское право? Когда нет у нас ни земли, вообще ничего нет. Ничего нет. Мы просто... Нарегистрированы на дне. Да. На шлейфе. На шлейфе. Мы просто там пришли с вами. Неграждане в паспорт. Посмотрите, у нас нету неграждан. А знаете, где находятся паспорта? И поэтому у нас могут продавать землю. Мы с вами разговаривали, что землю продавать нельзя. Это земля принадлежит государству, нашей стране, народу. Судя Туреш, знаете, где паспорта находятся граждан Советского Союза? Где? На одной из военных баз США. Ну... То есть, американцы совершили диверсию, уничтожили Советский Союз, уничтожили, сделали нас, как это называется, недееспособными фактически. Ну, они нас сделали вот идейцами, волки, которые... Нас обложили вот этими, якобы, законами, через которые мы с вами боимся перепрыгнуть. Ну, да. А фактически послушать? Мы-то находимся на своей родной земле. Да. А это всё наша земля. Мы должны этим распоряжаться. Как говорили, Янки Хоу, да? Хоу-хоу? Гоу-хоу. 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 Идите домой. Я что хочу сказать? Не только идите домой. Вон отсюда Янки фактически раз. Но их выгнали. Сейчас их отсюда выгнали. Нужно. Но их не пособники. Это здесь, в нашем городе. Все, конечно. Так и в нашем городе, и в стране. Выявлять и это самое. Да. Они вот обречены. Я сто процентов уверен, что эти люди все обречены. Потому что вот вы видите, что сейчас творится. Ну пошёл так называемый дух времени начался. Дух времени. Сверху сейчас сколько их там ловят, сколько их убегает. Это их ждёт всех. Потому что пособники. Ну я рассказывал, как в Китае сделали национализацию. Смертную казнь? Национализацию. Ну они все ответили, были все неприкасаемы. У всех была куча денег, у всех была куча возможностей. У всех была возможность удрать на запад. Сделали это очень просто. Понимаете? И все, все, всех сдали и отдали деньги. 32 триллиона долларов. Может это было так задумано у нас? Потому что вы знаете, наверное... Ну наши-то, видишь, мы-то действуем потихонечку. То есть у нас Путин такой осторожный человек. Шаг вперёд и два назад. Нет, он назад не делает шаги, но он не делает поспешных шагов. Он потихонечку, потихонечку, потихонечку. Поэтому вот так долго это всё хозяйство идёт. Я уже говорил об этом. Мне всё время пишут, вот в этих, когда я говорю, что ты сидишь там под портретом Путина. Я говорил, что сделал Путин. Вот вы просто на весы положите хорошее и плохое. Мне говорят, не может быть, что царь хороший, бояре там плохие. Здесь немножко ситуация другая. Разные люди, находящиеся на разных этапах эволюции, с разным интеллектом. Они по-разному данные вообще воспринимают и президента, и то, что он проводит, какую политику он проводит. Ну конечно, если людям не нравится, виноват главное. Он же не выходит и не говорит, что, ребята, я хочу это самое, поиметь Америку, только потихоньку я это сделаю. Вы скоро всё это увидите. Он просто делает потихоньку, и мы видим, что в Америке происходит. Кстати, мы в курсе, что в Америке в этом году недавно буквально открыли коммунистическую партию. Да почему открыли она была? Она начала активно работать. Сейчас открыли новую. Активность. Ведь в 50-е, в 40-е, в 30-е годы коммунистическая партия была очень активна в той же самой Америке. И нацистская, кстати, партия была очень активна. Сергей Анатольевич, давайте, чтобы у нас не был этот ролик затянут, и мы уже так достаточно по времени, я уже слежу, что мы уже переборщик сделали. Но, в общем-то, он хороший, эмоциональный, и я думаю, что наши зрители послушают это всё. Ну, хотя вы знаете, что нас уже смотрит очень много противоположная сторона, и они там пишут нам всякие гадости, боты. Да пусть они смотрят. Национальность наша выясняют, там, пускай. Говорят, там, выпившие, не выпившие, что они там курят. Выпившие? Ну да. Но это нормально, абсолютно нормально. Я считаю, что, кстати, даже бывает такое, что звоню в какое-то учреждение, там, что-то хочу с кем-то поговорить. И мне говорят, здравствуйте, господин Волков. Я говорю, как вы узнали, что я господин Волков? А мы вас по голосу уже узнаём. Понимаете? Да. Ну, это тоже хорошо. Но я считаю, что нам нужно, нашему общественному движению за наш город, герой Севастополь, усиливать влияние, рост осознания севастопольцев и всех россиян, чтобы вот эту мерзоту всю, бандоту, чтобы её убрать эволюционным путём, и чтобы к власти пришли фактически патриотичные силы, которые бы навели порядок и сделали нашу страну действительно великой Россией. Ну вот я хотел бы что добавить, что если вы смотрите и вам действительно там скучно что-то смотреть, вот та передача неразвлекательная, она как раз информативная для того, чтобы заставить человека подумать над тем или другим вопросом, который вот однозначно у них застрял, допустим, что вот этот плохой там, не надо тут ничего говорить, если вы сидите под этим портретом, значит уже смысла нет никакого там вас слушать и так дальше. А под чьим портретом сидеть? Вы в суть просто, вот то, что там есть, перепроверяйте, сейчас же, это же всё из интернета взято. Вы зайдите в интернет и почитайте, посмотрите, мы-то свои рассуждения даём на основе того, что мы отсюда всё взяли. Это документы этой партии. Мы хотим, чтобы не дать возможность им фальсифицировать в дальнейшем. Ну сколько мы ещё будем под их пятой жить? Вы идёте, во-первых, идите на эти выборы, но заставьте себя, потратьте там полчаса времени для того, чтобы прийти на этот участок и опустить этот бюллетень в эту урну. Я понимаю, что вы никому не верите, как и мы тоже самое, потому что некому здесь верить. Потому что вот должно по идее как быть, вот так собрание выбрали, да? Вот у них сейчас заканчивается срок, они уже все там по новой туда себе этих кандидатур наставляли. Добрали, уже считаю, что всё хорошо. Так вы, ребята, сначала вот придите, что ли, куда-нибудь хотя бы на телевидении и читайте, что вы сделали-то хорошего. Вот есть смысл вас там снова-то держать? Ну вы, пожалуйста, подскажите нам, что вы там сделали хорошего? Ради чего вас выбирать туда снова? Если вы ни хрена не сделали, смысл вас выбирать? Если вы деструктивную деятельность вели, тем более, ну что-то вы если хорошее сделали, так вы хотя бы расскажите об этом. Я сделал вот это, благодаря мне сделано вот это, благодаря нашей партии сделано то-то и то-то. Чтобы люди-то хотя бы видеть, ничего же не делается. Они себя выбирают, они уже там в законодательном собрании уже все сидят. А что вы сделали-то? Чем вы гордитесь-то? Почему люди должны вас выбирать? Если вы там были и ни хрена не сделали, так вас не надо даже допускать до выборов. Если вы, ну и ничего из себя не представляете. Сергей Анатольевич, огромное вам спасибо. Нашим зрителям тоже огромное спасибо, что смотрите наш канал. Наша цель нашего канала помогать вам в вашем становлении вашей осознанности. Понимать, что такое государство, какие должно ставить перед собой цели государство. А государство, по нашему мнению, нашего общественного движения за наш город Герой Севастополь, должно ставить такие задачи, неуклонный рост, благосостояние россиян и способствовать их комфортной жизни. Всем спасибо, хорошего дня!